добрый день любители инжиров вот сегодня я пришел буду готовить куст сорта поначи под прививки есть у меня вот здесь несколько прививок вот это вот это вот это сорта беннер вот как видите вот здесь есть обозначение бирочка вот это сорт тоже баннер это все буду срезать но прежде чем срезать и начать прививать а вот еще одну нашел вот еще у меня есть прививка вот она идет а это вот уже нижняя никакого отношения к прививке не имеет это надо срезать то есть я сейчас буду готовить вот этот куст прививкам сортом бнр то есть на поначи я буду прививать бнр почему я хочу это сделать потому что ну вот этот куст оказался наиболее восприимчив к прививкам сортом бнр и просто хочу продолжить прививать на этот куст есть у меня еще один куст лампе ира но я его показывал уже на него у меня привит узбекский желтый я видимо может две-три прививки на него еще сделаю бнр но там пусть вот у меня как говорится узбекский желтый растет дальше а вот здесь я буду продолжать прививать бнр брдишот негроримада это один из тех сортов которые всем нравятся которые все хотят получить себе домой но пока такой возможности нет по единственной причине сорт угорослый вот у меня такой инструмент ведерочка уже приготовлено для обрезки на жесткость это где будут попадать толстые веточки ну давайте покажу на двух веточках как я буду готовить то есть мне нужно оставить вот здесь одну-две почки и вот здесь я уже могу срезать то вся вот это уже ведерочка направляю потом я укорочу тут опять же вот смотрите я оставляю так раз-две почки и срезаю побег здесь также пару почек оставляю и срезаю побег вот такой таким способом я убираю как говорится то лишнее что здесь будет отнимать питательные вещества от нормального развития прививок и вот так вот я сейчас убирать буду на то что не планирую я прививать так 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 вот здесь она так вот обрежу ну вот так я пройдусь по всему кусту на этом я наверно сейчас пока остановлюсь остановлюсь и уже покажу вам куст и количество тех черенков которые уже срезал именно с этого куста я резал черенки но вещь у меня второй куст кому не хватило с этого куста из того куста добавлял черенки меня из 2 маточных куста то есть без понача кто планирует еще это сортия приобрести никто не останется и все приобретут ну следите будет вторая часть смотрите это видео продолжение следует ну вот вы видите сейчас кадре результаты моей сегодняшней работы это ведерочка черенков понача и вот тут немного в пакете еще у меня сорт лампе ира но вот так вот я почикал куст если кто-то помнит уже неоднократно говорил что кусты в саду стараюсь держать на такой высоте чтобы с ними было удобно работать без каких-либо лесенок стремянок так как у меня здесь крутизла склона даже вот в этом месте где вот у меня рубада растет достигает 45 градусов сами понимаете малейший дождь и на этих склонах практически невозможно уже передвигаться центральная тропочка вот у меня верхнем саду по которой обычно хожу но на этом я закончу сегодняшний ролик потому что что то здесь если даже осталось по мелочи дочекана но это процессе привелку же лишнее просто-напросто уберу и все мне нам важно было сегодня убрать большое как говорится поработать ножовочкой и впереди у нас синоптики обещают три дня дождей вот как раз в эти дождливые дни я и займусь высадкой вот этих черенков в тепличке где выращиваю огурчики то есть у меня совмещается одновременно выращивание овощей и вот лишних черенков которые остаются после формировки растений неважно какой сорт бывает в прошлом году я даже немножко садил дикаря дичка то есть место было в контейнерах но опять же скажу большого ухода за такими черенками у меня нет просто уже не сил ни желания нет за ними как говорится ухаживать сколько-то выживает сколько то не выживает а в целом расходится среди садоводов которые проживают нас на побережье посылках я не планирую отправлять куда-то саженцы потому что корневая обычно у саженцев инжира большая это большой вес посылок с этими коробками мне уже до почтам по передвигаться тяжко потому что у нас почтам центр города машину припарковать может только выходные дни близко к почтам по так бывает и за 200 и за 300 и за 500 метров бежишь к этому почтам по весь в обеих руках то пакеты то коробки то еще что то спасибо всем за внимание на этом я сегодня закончу